Друзья, за моей спиной жилой комплекс Анитео. Это классный небоскреб на юго-западе Москвы. Его недавно сдали, начали выдавать ключи дольчиком. И давайте сделаем краткий живой обзор, посмотрим, как он выглядит изнутри. Анитео явный доминант района, выше зданий в округе просто нет. Но, как по мне, выглядит потрясающе. Мне очень нравится этот жилой комплекс. А мы с вами отправимся вот сюда, на 20 этаж. Пару слов о локации. Жилой комплекс находится на Севастопольском проспекте. Здесь мы тут же видим на светофоре это пересечение с улицы Дмитрия Ульянова. Если повернуть направо, можно уехать до метро Нагорное. Да и пешком отсюда минут 15-18, наверное, идти. Если пойдем в ту сторону, то там у нас метро Академическое. И тоже где-то минут 15-17. Ну, в сторону центра вообще ехать песня. То есть до трешки, либо до садового, 10-15 минут в спокойном режиме. То есть этим локация очень привлекает, что очень близко к центру. С другой стороны от жилого комплекса старый жилой массив. Здесь уже он сформировавшийся. То есть там магазины все есть, необходимые школы, детские сады. Поэтому недостатка в инфраструктуре здесь точно не будет. Друзья, напишите свое мнение. Хотели бы вы жить в таком небоскребе? Это центральное лобби. Здесь пока еще не обустроено. Вовсю идет ремонт. Здесь охрана-консьерж. И выход на две стороны. Соответственно, во двор и на внешнюю сторону дома. Зона почтовых ящиков. Далее здесь, видимо, будет какая-то лопомойка. Пока здесь еще обозначений нет. Соответственно, это лестница для желающих подняться пешком. Ну и далее лифтовый холл. И гостевой санузел. Какая стилевая здесь раковина стоит. Вот так выглядят пожарные лестницы. Здесь еще идут отделочные работы. Поэтому не очень чисто. Но здесь ничего необычного. То есть декоративная штукатурка. Плиточка. Но скажу пару слов о проекте. Строил жилой комплекс компания Текта. Компания известная на рынке. У нее есть уже сданные проекты. В принципе, жители там довольны. Неплохое качество строительства. Чем мне очень нравится этот жилой комплекс. Ну, помимо локации, то есть это близко к центру, очень удобно. Здесь нет мелкой нарезки. Сейчас застройщики в погоне за сверхприбылью и за модой на маленькие помещения. Все начали строить квартиры, где большое количество маленьких студий. Впоследствии эти квартиры сдаются посуточно, либо в аренду. То есть это точно не добавляет уюта жителям. Здесь этого нет. То есть здесь минимальная площадь лота была 41 метр. То есть как застройщик ее позиционировал, это евро-двухкомнатная квартира. Ну, по факту это хорошая однокомнатная квартира с нормальной кухней. Но вот именно этим мне этот жилой комплекс нравится. То есть это и есть такой признак бизнес-класса, премиальности. Помимо уже тех факторов, к которым мы привыкли. То есть там высокие потолки, подземный паркинг. С этим все понятно. Сейчас все это делают. Но вот именно отсутствие мелкой нарезки, это хороший показатель. Это однушка 42 метра. Здесь сразу на входе ниша под гардеробную. Достаточно приличного размера. Все квартиры здесь сдавались с отделкой white box. Достаточно просторный санузел. Здесь у нас кухня-гостиная. И вот несмотря на такое оригинальное остекление, квартира очень светлая. И здесь приятно находиться. Это, соответственно, у нас спальня. И хочется отметить еще момент. Вот здесь такие специальные форточки для проветривания. Вот сейчас я дорогу, улицу вообще не слышу. Несмотря на то, что под нами Севастопольский проспект. Достаточно оживленная магистраль. И вот как только мы их открываем, то тогда уже улицу слышно. Высокие потолки. Ощущение пространства просто прекрасное. То есть ничего не давит, ничего тебя не сжимает. Ну и потрясающий вид на город. Мы видим Топ-Хиллз. Вдалеке наскученого строек. В общем, вид урбанистический. Мне такой нравится. Еще хочется сказать про ценовую политику застройщика. Даже после начала СВО, когда многие застройщики допинговали, делали скидки 20-30%. В Ганетео такого не было. То есть это большой плюс для инвесторов, кто вкладывался с целью перепродажи. И, в общем-то, ценник постепенно рос. И это сделало возможным прибыль для тех, кто покупал на ранних этапах. Ну, к примеру, однокомнатные квартиры 42 метра. Они же евро-двушки. Когда-то продавались здесь у застройщика по 18 миллионов. Там даже были времена чуть дешевле на совсем ранних этапах. Сейчас такие квартиры стоят в районе 25 миллионов. И спрос на них есть. То есть вот я уже не первый раз сюда приезжаю. Люди приходят, смотрят. Ну, вообще район нуждался в таком жилом комплексе. Это настоящий хороший качественный продукт. И, в принципе, здесь, кроме новой Черемушкинской 17, особо пойти некуда, если ты хочешь современный классный жилый дом. Да, кто-то скажет, есть недалеко Топ Хиллз, но это продукт совершенно другой и по качеству, и по концепции. Единственный там жирный плюс – это то, что он рядом с метро. Но если вы хотите что-то более премиальное, то есть, например, когда люди покупают себе BMW и Mercedes, им не только нужно ездить из точки А в точку Б. То есть они хотят качества некоторой премиальности, которую мы ощущаем в том числе тактильно, когда в автомобиле это кожа, это классный дизайн. Так и здесь. То есть этот ЖК, он, правда, классно выглядит. У него хорошая концепция с точки зрения вот этой бизнесовости его. То есть это продукт не для всех. И это дает вам возможность получить то, чего нет у соседних жилых комплексов. А кто следит за рынком недвижимости, кому эта вообще тема интересна, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Я его сейчас только начинаю развивать. Постараюсь без спама, без множества сообщений туда загружать самую интересную информацию. Ссылочка в описании.